Доминик Привет, Доминик! Тест, Пухат! Слушай, меня прям ноги принесли сюда и услышал знакомую мелодию. Такое ощущение, что мы с тобой снова играем мой спектакль «Филины солнышко». А давай сегодня расскажем нашим зрителям о том, о тех инструментах музыкальных, которые вместе с нами работают, играют в этом спектакле. Давай? Да. Вот, например, давай начнем с того, расскажем, да, что у нас есть много музыкальных инструментов в спектакле. Но два основных и самых любимых наших инструмента это балалайка. Вот она, пожалуйста. Это балалайка. Вот Доминик сейчас как раз сидел и тренировался. А другой инструмент, нех, будет несподзианкой. Позже мы о нем расскажем о балалайке. Обычно этот инструмент больше интересен, когда мы играем в спектакле в Европе. Потому что его мало кто видел. А в России это традиционный наш русский инструмент. Не только традиционный. Это народный инструмент российского. Народный инструмент. Народный инструмент. То есть, как бы, такой, от народа, большинства, представительский. А я о том всем расскажу тебе по кругу. Ну хорошо. Давай расскажи мне, пожалуйста. На начале так. Как видите. Балалайка. 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 Народный инструмент. А тяжело сказать, что бухачу от чего. Ну, это две версии. По-перше. Ну, 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 Препустимо, что корни Балалайки берутся из Монголии. С Монголии. С краев из одного народа, монголского народа. Да. И в одном языке, язык, слово Балалайка. Балалайка. Ну, не знаю, как это сказать. Это означает «детко». Ну, а, что… Ну, «детко», «забавка». Ну, такой маленький, незначительный инструмент. Вот это да. А вторая версия говорит о том, ну, что, тумачиваясь из старорусского, там есть разные версии этого слова, но, в общем, можно сказать, что это означает по-польскому «бждэнкать». Бждэнкать. Балалать? Балакалать? Бала… Не знаю, как это сказать. Не знаю, как еще сказать. Ой, я даже сам не знаю. Балалайкать, что ли? Правильно? Балалайкать. Ну, ну, конечно, «бждэнкать». Брынькать, вот, брынька, брынь. Точно. И через дуги лета, знаны уже этот инструменты, есть первые записки о нем знаны, с XVII века. Появились где-то там в челюстиах архивов росийских. Первые записки. Был это, действительно, традиционный, людовый инструмент. Но с часом, а именно в 1823 году, в 1823 году, великий мистец, классический, классический, выкрытый музык, Андреев, наш, отпочывал на виси. Ага. Отпочывал на виси, там, ну, если можно было бы, в оркестре symфоничном, принять такой инструмент, чтобы сделать его, generalнее, профессиональным, профессионально-брежным. Но для мистцов, для лутников, немного встыд, было, заверать за такую работу. Очень интересно. Очень интересно. И, в конце, намазал одного из лутников, чтобы такой инструмент его выполнили. Ну, лутник дал один warунок. Только не поверь, кто тебе сделал этот инструмент, потому что для меня будет страшный встыд. Ну, позднее, оказалось, что инструмент сделали. Брежит он революционно. А с часом, Андреев начал развивать игру на балалайце. И начал строить разные версии инструментов. Это с версией «прима», еще немного больше «Алт», «теноровой» и такая самая, такая большая, 1,5 метра на 1,5 метра. И это бас. Басовая балалайка. Точно. Генерально создал что-то на подобие класочной европейской оркестры symфоничной, только народовой. Ух ты, очень интересный Такие скрепки, да? Да, да, знаю, конечно, знаю, да Бауайка Три струны Всего тут три струны Ми, ми, ла Или э, э, а Три струны, двадцать четыре проги Это инструмент созданный Дмитрием Наумовым Мистером спод Москвы Такого местечка под Москвą Пушкином Современный мастер Молодый, wspaniaлый, уталентованный мистер Который самому научил себя делать бауайки Да, да, да И теперь делает один из лучших бауайков в России Классичный из чего из-будований В общем, ты не знаю, что ты знаешь Но по правах физики Бауайка в общем не должна играть Какая форма? Почему? Какую? Трюйкотную Трюйкотную А все инструменты какие Генерално округлые Какие формы округлые Ну дырочка Трюглая Трюйкотная 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 Трюйя Трюйка Роли Трюйкотная Она была из... чего? Из дерева Ну а из какого? Я не знаю Из этого дерева Важно! Не из кедра, как у меня голову, а из дерева Так, из дерева Потому что это самый лучший материал Затем второй инструмент, о котором мы будем говорить тоже есть декор сделан из дерева Так, и что еще сказать? Ну, про современных каких-нибудь баллашников Ты расскажи, кого ты учил с твоим учителем, а кто? Моим учителем есть Сергей Воранцов Того поздравляю Какая у него птичая фамилия, прямо как у меня Воранцов, ну так, как в рубелке Ну, что-то в этом есть Ну, я же фильм, да, ладно, где-то А для меня, таким мистером от сердца Вера Макарова Он является солисткой красноярской филхармонии Вера Макарова Поздравляю 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 Но, в частности, за большого мистра и революционера Бауайки Уважает Алексей Архиповского Да, я его знаю А вы знаете почему? Памят, почему? Нет Архиповского Увелбил наш мистер Твой мистер Ну, правильно Владимир Зогаров Да, точно Мы же там с ним познакомились В театре АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Б一起 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон»